Поселок Усть-Кара с нетерпением ожидает открытие детского сада, которое запланировано на осень этого года. Однако стройка может затянуться. Подрядчику не хватает рабочих рук. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Усть-Кара переживает строительный бум поселковых масштабов. Строится два четырехквартирных дома и детский сад, ярко-желтое пятно которого видно даже с вертолета. Материалы завезены на 97%. Работает техника и даже подъемный кран. Старый детский сад уже не соответствует санитарным нормам, да и переполнен. Его посещают 55 детей, что немного выше расчетного количества. Новый садик не просто снимет проблему, но и создаст внушительный резерв. Новый садик на 80 мест. То есть там такой запас будет? Запас будет, но это хорошо. Однако стройка может затянуться. Организации-подрядчику не хватает рабочих рук на объектах. Три стройки в границах Усть-Кары – работа серьезная. Люди у фирмы есть, равно как и возможность их доставить. Но разместить коллектив строителей в маленьком поселке – задача почти неразрешимая. Хотя бы 20 человек разместить. Потому что в данный момент у нас еще два дома, которые, вы знаете, должны. Это 10 человек только на дома приедут. И хотя бы 10-15 человек еще на садик. Работа огромная. Завести балки можно только в навигацию, которая откроется в самом конце лета. В поселке свободных площадей нет. Дома сельчан или заняты, или те просто не хотят целить у себя незнакомого человека. В адрес жителей Усть-Кары прозвучало предложение – временно закрыть поселковый клуб и разместить рабочих там. Когда вопросы касаются каких-то социальных объектов, в любом случае без согласия населения никакие шаги не предпринимаются. Население не согласилось. Остаться без клуба, хоть и временно, Усть-Кара не захотела. Компромиссным вариантом стало помещение, предоставленное потребительским обществом. Правда, в текущем виде оно для жилья непригодно. Нужен ремонт. Будут ли строители отвлекать людей на обустройство помещения – неизвестно. А значит, и перспективы подвоза рабочих остаются неясными. Что делать? Отказаться от дополнительной рабочей силы и ждать новый детский сад – неизвестно сколько. Или потесниться и пожить в условиях ремонта 4-5 месяцев. На этот вопрос жители поселка Усть-Кара должны ответить себе сами. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал Север.